МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Алтайские кардиохирурги провели вторую пересадку сердца. 58-летний пациент идет на поправку. В больницу он поступил в конце сентября с жалобами на одышку, слабость и быстрая утомляемость. В прошлом году он перенес инфаркт миокарда. Прогноз врачей был неутешительный. Мужчине оставалось жить меньше года, пояснили в региональном Минздраве. Но подходящее сердце нашлось вовремя. Там кардиохирурги экстренно провели операцию. А сейчас пациент уже готовится к выписке. Напомним, это вторая пересадка сердца на Алтай. В феврале этого года кардиохирурги провели трансплантацию жителю Алейска Виталию Проватурову. Подробнее о том, как чувствует себя второй пациент в крае, с новым сердцем расскажем в вечернем выпуске. Пришел в себя один из пострадавших в ДТП с участием БМВ-Х6. Мужчину отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Состояние его тяжелое, но стабильное, пояснили в региональном Минздраве. Мужчина в сознании, пока врачи не спешат давать никаких прогнозов, но все же надеются на благополучный исход. Что касается второго, выжившего, его состояние остается крайне тяжелым. Мужчина находится в реанимации на ИВЛ. Напомним, страшная авария произошла почти две недели назад. Пьяный водитель БМВ-6 серии промчался на запрещающий сигнал светофора и протаранил автомобиль Рено, в котором находилось пять человек. Погибли молодая женщина и два маленьких ребенка. Между тем, накануне вечером лоб в лоб столкнулись два автомобиля на трассе Барнаул-Павловск. Пострадали три человека, как сообщает краевая госавтоинспекция. Один из водителей выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем, в котором находился 15-летний подросток. Машина получила серьезные повреждения, у пострадавших сломаны ребра и все признаки сотрясения мозга. Виновник аварии был найден без сознания. Предположительно, он сел за руль в нетрезвом виде. Сейчас все пострадавшие госпитализированы. Где и когда шуметь депутаты Краевого законодательного собрания? Накануне совершенствовали закон о тишине. Напомним, в Крае он вступил в силу в январе и практика уже выявила недоработки. Например, в прошлой редакции закона установлен метраж, то есть шуметь нельзя ближе 50 метров от жилых домов. Получается, что на 51-м или на 100-м метре шуметь уже можно, причем шум тоже может мешать гражданам. Это и автомобили с громкими звуками различными, и двигатели, и музыкальные. Это могут быть кафе, другие учреждения. Теперь в закон внесли изменения, ограничения 50 метров убрали и подчеркнули, что шуметь в вечернее и ночное время нельзя на улицах и в общественных местах. Пока проект принят в первом чтении, на следующей сессии его рассмотрят в окончательной редакции, в том числе обсудят механизм наказания. В идеале, считают разработчики, это должно быть соглашение с полицией. Напомним, сейчас за нарушение тишины по ночам предусмотрено наказание для граждан от 500 до 3000 рублей, на должностных лиц до 10 тысяч и до 50 тысяч на юридических. А вот детям войны пока не будут дополнительно выплачивать по 400 рублей в месяц. Закон и проект на октябрьскую сессию Краевого законодательного собрания внесла фракция «Справедливая Россия». Правда, большинством голосов он был отклонен. Предлагалось ввести ежемесячную выплату этой категории граждан, если они не получают других компенсаций. По данным Министерства труда региона, всего на Алтае детей войны около 150 тысяч человек. Почти все получают другие ежемесячные выплаты, и закон мог распространиться на 20 тысяч человек, имеющих только статус «Дети войны». В год на эти цели потребовалось бы около 96 миллионов рублей. Закон отклонили большинством голосов. За проголосовали 26 депутатов, 39 против. Проект отправлен на доработку. Легендарный блюзмен Чарльз Бертон выступил накануне в Барнауле с единственным концертом. У нашей съемочной группы была уникальная возможность присутствовать на репетиции. Уроженец Лос-Анджелеса гитарист играет в блюз и кантри уже 45 лет. Его стиль хорошо знаком поклонникам музыки в Америке. К тому же Чарльз – постоянный участник крупнейших блюзовых фестивалей. 9 лет назад Бертон стал лучшим в конкурсе гитаристов «Король блюза». В Сибири Чарльз впервые сразу из Томска прибыл в Барнаул. Кстати, на сцене аккомпанируют ему музыканты из Новосибирска. Об интернациональном языке музыки, о том, чем отличается русская публика от иностранной, Чарльз рассказал в эксклюзивном интервью нашей программы. Кстати, вот как он оценил Барнаул. Очень современный город, современная архитектура зданий. Да, похож на Голливуд, это надпись на холмах. Действительно, очень красивый город. А вы видели медведей на наших улицах? Каждый американец должен знать, что в Сибири по улицам гуляют медведи. Да, конечно, с рюмкой водки. Полное интервью с Чарльзом Бёртоном смотрите в ближайшей программе «Наше время». И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». «Фиталакс» – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На всей территории края ясная теплая для конца октября погода. В Бийске и Заринске до 10 тепла. В Рубцовске, Белокурихе, 11, в Барнауле, Южный, Умеренный ветер и до 10 со знаком «плюс». А я напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи.